Дорогие друзья, это зона Лазерсона и сегодня два гаспачо. Два гаспачо, они где-то будут похожи, но принципиально будут отличаться по вкусу. Ну давайте я сейчас соберу, вот смотрите, вот в этих двух мисках я буду собирать компоненты для каждого гаспачо. Ну, хлеб нужен для любого гаспачо. Хлеб является стабилизатором консистенции, потому что все это делается из овощей. И вот эти вот овощные жидкости, они имеют тенденцию расслаиваться. Поэтому хлеб стабилизатор. Вот один хлеб, вот в двух мисках я собираю разные гаспачо. Вот второй. Повторяю, они будут чем-то объединены. Ну давайте начнем с главного принципиального компонента, это помудоры. Мидорчики, естественно, должны быть. Значит, вот пошла одна половинка, чтобы было по чесноку. И одна половинка. Сюда одна половинка, сюда одна половинка. Вот так, чтобы было все по-честному. Сразу не забуду посолить, пусть немножко соком исходят помидоры. Мне это выгодно. Присолю и капельку сахарку в каждую. Ну что, ясное дело, что в каждую огурчик. Вот так. И вот так. Вот теперь смотрите отличия. В одну версию, такую более классическую, идет сладкий перец. Дальняя миска более-менее классический будет вариант. А в неклассическую версию смотрите, что идет. Посмотрите на это. Я знаю, определенно уверен, что вы не знаете этого продукта, друзья. Но погуглите, сфотографируйтесь с экрана. Может быть, вы определите, что это за продукт. Теперь в классическую версию. Часник без него нельзя. Да, в классическую версию сладкий красный. Красный лук, он не дико сладкий, но он пойдет и в неклассическую тоже. Там, где вот этот неведомый продукт, я кладу маленький, меньшенький кусочек. А там, где этого неведомого продукта нет, я кладу чуть-чуть, вернее, ощутимо больше красного лука. Ну, теперь что, ребяточки? Теперь надо подкислить обязательно. Кислиночка должна быть. Я возьму просто самый обычный рисовый уксус. Вот, смотрите, я сейчас так подкислю этот. Подкислю этот. Этот сильнее даже подкислю. Есть кислинка у меня. И, конечно же, в обе версии пойдет, друзья мои, товарищи, оливковое масло. Вот так и вот так. Я это вам показал, ну, так сказать, для явности, чтобы вы смогли проанализировать общие черты этих двух гаспачо и их отличия. И в один гаспачо я еще сделаю хрустящие сухарики. Как вы понимаете, вот в этот, где нет неведомого продукта с грядки, сухарики, я сейчас нарежу хлеб. Дам вот так вот. Возьму вот такие кубички, нарежу. Включу плиту. Дам сюда совсем чутка маслица. Посмотрите, вот буквально совсем чуть-чуть маслица. И себе пусть сковородка греется. А я начну прорабатывать первый вариант гаспачо. Начну его измельчать. Вот у меня, смотрите, стакан. Я сейчас аккуратненько перенесу. Я мог бы все в стакан сразу собирать. Но я хотел вам показать более явно, да, ребята? Поэтому я сейчас вот так вот аккуратненько для классической версии в стакан. Это маслица, там уже уксус есть, да. Там все есть, что надо. Ну вот я сейчас, да, вот так вот оставлю. И потом сейчас, когда у меня все это осядет, я доработаю. Смотрите, ребята, я начинаю блендерить все это. Большое количество гаспачо удобно делать в стаканном блендере. В большом, конечно, это понятное дело. Ну вот все схватилось, масса осела. И теперь я могу сейчас уже добавить все оставшиеся компоненты. Это как раз у меня тут помидорчики в основном-то и остались. Вот. И теперь я уже до окончательной консистенции это все дорабатываю. Видите, какие сочные овощи? Я не добавлял ни грамма воды, а тут достаточно хорошая консистенция у меня сейчас. Которую выравнивает, повторяю, белый батон, белый хлеб. Это есть. Чтобы не терять времени, смотрите, я сейчас начну, я сейчас вот так откину на сито. И пусть пока стекает как есть. Я не буду мыть. Я прямо в этом стакане сделаю второй гаспачо. Ну, пока, смотрите, пока греночки. Посмотрите, пока вот так греночки. Достаточно быстро их буду делать. Пусть они пока колеруются немножко. Видите, они берут масло в себя. Этого достаточно масла со чтобы. Я не хочу, чтобы они были слишком масляные. И когда они колернутся, я приправлю их двумя сухими компонентами. Солью, кстати, могу приправить уже. Пусть, да, вот эти маленькие кристаллики соли попадают в поры этого хлебушка. И там остаются. Вот они будут эффективно присолены. Вот, посмотрите, хороший колер уже пошел. И смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас присыплю французскими травками. Вот так. И присыплю сухим чесноком. Сухой чеснок тоже попадет в поры. И будет хорошо. Все, я снимаю с нагрева. Французская травка вот сейчас дала свою такую ароматику хорошую. Все, греночки готовы. Я пока прямо их оставлю в сковородке. Я работаю дальше со вторым гаспачо. Вот, все схватило здесь. Здесь, видите, благодаря тому второму компоненту, на который не сладкий перец, немножко другой цвет здесь получается. Ну вот, есть. Теперь я протру первый гаспачо. Это удобно делать силиконовой лопаткой. Вот я протираю. Тогда у меня, вы увидите, что на этом сите останутся все огрехи. Кожа от сладкого перца, кожица помидорная, кожица огуречная и семечки, допустим, помидорные. Я этого не люблю. Вот видите, сколько осталось всего того, что прилипает к небу. Чего я не люблю. И вот теперь я вот так вот стещаю все это. И, собственно, у меня есть первый. Я сейчас только его попробую. Ну, надо подкорректировать, может быть, соль, сахар, кислота. Мне вполне хорошо, вполне пикантно. Но вы сами понимаете, друзья, что такой суп перед подачей, конечно же, хранится в холодильнике. Это совершенно очевидно. Смотрите. Это первая подача. Вот так вот. Как раз хорошо. Потом еще будет кое-что. Я прямо в эту же миску буду протирать. Второе сито и второй гаспачо. Он отличается по цвету. И именно из-за того компонента, который я, например, даже не могу назвать, потому что не знаю, как он называется. Это протирается второй. Наверное, эффективнее, потому что здесь нет сладкого перца. Вот есть. Попробую сейчас этот вариантик. Вот здесь капельку сахара хочу. Очень интересный вкус. И капельку соли. Сейчас я перемешаю. Здесь пришлось корректировать. Второй. Ну, а теперь верхушечки. Значит, в более классический вариант. Я хочу рубануть немножко огурчика. Маленькие кубики. Ну, подчеркнуть, что там есть огурчик. Тем более на таком цвете зеленый будет хорошо смотреться. Вот такушки. Видите, консистенция гаспачо такова, благодаря хлебу, что здесь ничего не проваливается. Он достаточно густой, но вместе с тем не тяжелый суп. Помните, ребята, мои греночки. Вот так. Ну, и, кстати говоря, можно всегда дать чутка поверху оливкового масла. Вот так зажать. Бутылка, да? И вот так чуть-чуть маслица. Я сейчас по вот этому супу тоже... Посмотрите, как красиво ложатся капли маслица. Вот сюда сразу я это дал. Естественно, сюда, для того, чтобы подчеркнуть, какой здесь есть продукт, именно его я сейчас нарежу вот такими вот пластиночками. Посмотрите, я его вот так вот вставляю, потому что, опять же, консистенция супа позволяет мне здесь немножко играть. Ну, собственно, вот вы знаете, в этот суп больше ничего не хочу. Посмотрите на это, друзья. Две версии гаспачо. Кстати говоря, посмотрите сейчас на мои руки. Абсолютно законно гаспачо подавать со льдом. Почему нет? Пусть вот так лежит еще лед. Он немножко и суп со временем может сделать пожиже и просто дополнительно его охладить. Так что верьте, ребята, вот этим рукам трудовым, вот этой рожи поварской, потому что эта рожа вас плохому не научит. Так что смотрите канал, делитесь ссылкой со своими корешами, подписывайтесь, ставьте лайки, которые, конечно же, мне очень приятны. Ну, а я киши выну из себя, но буду продолжать делать для вас, ребята, что-то приятное и полезное. Пока. Гаспачо forever.